Для того, чтобы представители общественно полезного бизнеса получили больше господдержки, в федеральном центре создали единый реестр. Специальная база функционирует для того, чтобы специалисты Министерства образования, Минздрава и социальной защиты могли ознакомиться с каждым социальным подрядом и вовремя помочь. Например, профинансировать или же предоставить льготы. Но не любым коммерсантам дан зелёный свет. На особые условия могут рассчитывать только руководители частных детских садов, развивающих клубов и центров реабилитации. Глава региона встретился с представителями благородного предпринимательства и обсудил насущные вопросы. Реестр нам, по сути дела, для чего нужно. Чтобы мы понимали, что все шаги у нас зарегистрированы в компании, которые принимаются социальным бизнесом. Ну и, соответственно, тогда предлагать какие-то меры поддержки, информировать о изменении законодательства. В Ульяновской области уже действуют меры поддержки для социально ориентированных компаний. Фонд развития и финансирования предпринимательства выдаёт займы по сниженной ставке от 3 до 6% годовых. Лилия Баутина владеет частным детским садом, рассчитанным на 60 мест. Государство частично компенсирует расходы, однако Лилия не отказалась бы и от дополнительной материальной помощи. Задач, на самом деле, очень много. Начиная, естественно, с зарплаты, потому что хочется привлекать новых педагогов для развития детей, вносить какие-то новые предметы. Естественно, на это тоже нужны средства. Помимо этого, всегда расходы, связанные с помещением. На встрече с Алексеем Русских около 50 предпринимателей поделились бизнес-идеями и представили свои проекты. Глава региона, в свою очередь, поручил руководству корпорации развития и промышленности Ульяновской области создать так называемый кейс из бизнес-планов и отправить его столичным коллегам на рассмотрение. Далее авторы самых полезных проектов смогут воспользоваться особыми условиями, льготами и материальной помощью. Виктория Черкова, Герман Баранов, Уллправда ТВ.